Привет! Назрел непростой вопрос. Что делать с восьмым айфоном после выхода SE2? С одной стороны восьмерка не стала хуже, с другой стороны появилось устройство, которое новее, прикольнее, интереснее, и я приготовил для восьмерки 6 тестов, испытаний, челленджей, по результатам которых мы будем делать вывод. Погнали! Первый тест – автономность. Сейчас утро, телефон заряжен на 100% и будем его от питания отключать. Ну что, дружище, опять меня подведешь, да? Ух ты! Опять не доживешь до вечера. Признавайся. Ты чего, Михалыч? У меня отличная автономность. Я вообще никогда не разряжаюсь. Не еген. Ни разу такого не было. Погоди, погоди, погоди. А че у тебя женский голос? Это Siri. А так вот оно что. Ну смотри сам. Сама. Само. В общем, если до вечера не доживешь, я тебе на смену куплю айфон SE2. Ха-ха-ха. Смешно. Что-то ты демнишь. Михалыч, в SE2 такая же автономность, как у меня. Признавайся, решил от меня избавиться. Да нет, и че. Какой избавиться? Вообще ни разу. В общем, сейчас 9 часов утра Примерно 9 часов утра Телефон заряжен до 100% Посмотрим, насколько его хватит Сейчас почти 7 часов вечера Напоминаю, восьмерку я снял с зарядки Примерно в девять утра И осталось практически 15% Это при том, что я под конец уже ощутимо экономил И в игрухе не играл вообще Ни разу за день Блин, худший день в моей жизни И все из-за тебя, восьмерка И из-за твоей недостаточной автономности В общем, объясняю на примере Это трюфель. Предположим, что это нормальная автономность телефона. А вот это... Вот такая. Автономность в айфоне 8. Ну не ври. Не такая. Ну ладно, хорошо, не такая, побольше. Но наесться все равно не получится. Даже вкуса распознать не успеешь. Максимум понюхать. В общем, первый тест. Тест на автономность. Айфон 8 с треском провалил. Сейчас перейдем ко второму испытанию, но перед этим важное сообщение. Вот вы дома сидите на самоизоляции. Уже все игры прошли. Причем не только на PlayStation, но и на Тетрисе. Ботинки начистили, даже те, которые выкинуть собираетесь. Кота научили кофе по утрам варить. Ну чем еще заняться? А вот вы кнопку видите, вот там внизу подписаться. Она красная, а должна быть серая. Вы ее нажмите и колокол рядом нажмите. И тогда будете получать уведомления про новые прикольные ролики. Будете смотреть и кайфовать. Я забочусь о своих подписчиках. Не благодарите. Перейдем ко второму испытанию. Задача. Не профессионалу, то есть мне. Снять ночью на 8-й iPhone кадры, которые не стыдно будет поместить в Instagram. Причем можно использовать штатный софт. Можно использовать сторонний софт. Можно все что угодно, лишь бы только получились хорошие фотографии. Итак, самые первые кадры, ну такое себе. Вроде дерево видно. И фонарь виден за ним, но как-то скучновато. Это штатное приложение камеры. Давайте воспользуемся приложухой, которая называется NeuralCam. Вот такая получается картинка. Уже согласитесь, прикольнее, интереснее. Но, но, но. Вот посмотрите. Это то, что сделал iPhone 11 Pro Max. Чувствуете разницу? Прежде всего посмотрите на траву внизу. Если на 8-м iPhone она сливается в одну сплошную кашу, то на 11 Pro Max уже есть четкость, уже есть резкость. И в целом, вот такую фотографию я бы не помещал в Instagram. Так, стоп. Это что? В сравнении камеры iPhone 8 и 11 Pro Max. Кому нужна эта драка крокодила со шпицем? Не-не-не, большой брат здесь только для примера. Если камера восьмерки, ну в смысле твоя камера, приблизиться вплотную к тому качеству, которое дает 11 Pro Max, мы будем считать, что тест пройден. Давай дальше. Иголки. И скучная фотография. Я предупреждал, фотограф из меня очень так себе, но и качество, согласитесь, которое дает телефон, не то чтобы. Вот это на приложение NeuralCam. И теперь посмотрите. То, что может дать iPhone 11 Pro Max. Телефон, что называется, тащит. Но, поскольку композиция не к черту, то эту фотографию я бы даже с 11 Pro Max в Instagram не выкладывал. Но! В инсту, как известно, помещают не только фото, но и видео. И поэтому давайте посмотрим, как же смартфон снимает видео. Тем более, что запись звука во время видеосъемки это хелесово пята восьмого айфона. Ну хреново у него получается. iPhone 8, ночная съемка. Я просто не верю, что он может меня удивить. Ну это знаете, как ваш сосед, который заявляет, что он специалист в каком-нибудь деле. Но вы-то знаете, он каждый день заливает заворотник и проводит свои дни на лавочке. Ты что, снимал на телефон? Как снимать телефон? Ну да, снимал. И да, восьмой айфон был дальше от меня, чем iPhone 11 Pro Max. Но причина плохой аудиозаписи не в том, что восьмой айфон был дальше от меня. Нет, у меня есть еще один ролик, который я снимал уже вплотную, держа телефон к лицу. Послушайте. А вот еще пример видеозаписи на восьмой айфон. На этот раз я держу его ближе, но звук все равно хреновый. Ну потому что. Перейдем к фотографиям в полной темноте. Вот это одуванчик. Я серьезно. Вы его видите? Я тоже не вижу. Я, конечно, знаю, что можно сделать вот такой жест. Нажимаешь на экран и вот так пальцем вверх, вверх, вверх. Ну типа, чтобы светлее получалась фотография. Так вот, на восьмом айфоне это не работает. Смотрите на результат. Давайте попробуем через NeuralCam, через стороннее приложение. Какие-то очертания смутно вырисовываются. Ну а теперь посмотрите, что может iPhone 11 Pro Max в тех же условиях на штатное приложение. Похожая ситуация, но только снимать будем листья клёна. И ничего не видно на iPhone 8, на штатное приложение. Точно так же ни черта не видно на NeuralCam. Окей, что-то можно различить, но согласитесь, это даже близко не назовешь фотографией. И вот что получается у iPhone 11 Pro Max. Конечно, детализации никакой, и это скорее похоже на картину, чем на фотографию. Но разницу почувствовать можно. Возвращаемся туда, где не так темно. И по ощущениям, это скучная фотография. Вот сразу даже непонятно почему, просто смотришь на неё, и тоска зелёная от неё прям веет. Цвета какие-то невыразительные. Ну короче, что-то в ней не то. Давайте на NeuralCam посмотрим, что получилось у восьмого iPhone. Уже интересней, правда? Но сразу вам скажу, перенасыщенные зелёные цвета здесь. Не было так в жизни. Во-первых, во-вторых, детализация хреновая. 11 Pro Max. Для сравнения. Почувствуйте разницу. Резкость, детализация, прикольные цвета. Ну короче, грубо говоря, iPhone 8 это ещё не вот так на сегодняшний день в плане ночной съёмки, но уже близко. Я бы сказал, вот. Вот правильное определение для качества ночной фотографии на iPhone 8 по стандартам 2020 года. Два проваленных челленджа из двух. В верной дорогой идёте, товарищи. Перейдём к следующему испытанию. Это доска крутости. И я знаю, выглядит так, как будто это бумажки, разложенные на столе. Ну не, не. Это настоящая крутая доска. И смысл в том, что телефоны мы будем делить на крутые, некрутые, суперкрутые и полный отстой. И испытания пройдут те, которые попадут в разряд крутых или суперкрутых. Куда же отнести восьмёрку? У неё старый дизайн. А ещё у неё мало памяти. А ещё у неё одна сим-карта. А ещё она дорого стоит. Но, хоть у неё дизайн и старый, но она красивая. Правда красивая. Выверенная и всё такая прям няшная. Сим-карта хоть и одна, но ловит она очень даже ничего об этом попозже. И производительность у него вполне себе на сегодняшний день. Стоит он хоть и дорого, но для айфона вполне неплохо. Но, снимает он в темноте так себе, звук он записывает хреново и вообще вышел айфон из Е2. Да, восьмёрка на сегодняшний день это не крутой телефон. И как ни странно, в этом виновата совсем не восьмёрка. Просто так сложились обстоятельства. Следующее испытание – производительность. Я знаю много людей, которые решают серьёзные задачи на телефонах. У них там сложный монтаж видео, другие тяжёлые приложухи. И когда я говорю, что знаю много людей, я имею в виду, что никого. Я не знаю никого, кто так делает. И производительность на сегодня нужна для одной единственной цели. Для игр. Переворачивайся, интерфейс. Для игр. Так вот, проверять будем следующим образом. Это Call of Duty. Ставим максимально возможное из настроек и гоняем полчаса. Смотрим, как именно телефон будет себя вести. Это невозможно. Это неприемлемо. Это абсолютно неприемлемо. Потому что вместо того, чтобы играть, я постоянно стараюсь попасть пальцами в нужную часть интерфейса. Никакого удовольствия. Это всё равно, что ковыряться лухи фонарным столбом. Мощности у него хватает. Никаких проблем с производительностью у iPhone 8 нет. Но маленький экран портит всё. Играть на нём неудобно. А если мы ещё вспомним, что здесь хреновая батарейка, то вот это однозначно не игровой девайс. Вообще никакое место там лови, вражина. Вот так вот. Пока что iPhone не везёт. Но впереди следующий тест. Качество приёма сигнала. Вперёд. Уровень приёма сигнала нормальный. Можно сесть в машину и ехать от города так далеко, пока бензина хватит. И телефон всё равно будет видеть сеть. То ли белорусские мобильные операторы молодцы, то ли iPhone 8 душка. Но у меня ни разу, ни разу не было проблем с приёмом сигнала. Эх, мне б так хорошо держать себя в руках, как iPhone 8 держит сигнал. Так хорошо держать себя в руках после 11 вечера, когда тянет к холодильнику. Вы же с детства знаете. В любой игре главное не победа, а победа с крупным счётом. Но это не про восьмой iPhone сегодня. Итак, завершающий челлендж. Он будет такой комплексный. Мы посмотрим, насколько удобно телефон лежит в руке. Насколько удобно одной рукой его использовать. Насколько прикольно его носить с собой. Можно ли с помощью него смотреть комфортно контент, пользоваться социальными сетями. В общем, вы понимаете. Я искал, 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 но так и не нашёл моментов, в которых эргономика восьмого iPhone показала бы себя плохо. Он феерически удобно лежит в руке. Он замечательно помещается в карман, даже если на него одеть силиконовый чехол, который априори мешает. И вот этот восьмой iPhone, он удобный как домашние тапочки. И такой же не гламурный, как тапки. Но правда сейчас это не тема разговора. А вот просматривать контент на этом iPhone не так удобно. Экран мелковат. А если мы будем говорить про видео, ну например на YouTube, то знаете, у меня возникает такое чувство, что я приехал в автокинотеатр, только остановился где-нибудь за километр от него. Слишком маленький экран. Окей цветопередача. Прикольная контрастность. Всё хорошо. Но слишком небольшой размер для того, чтобы комфортно пользоваться. Но зато социальные сети, это кстати мой инстаграм, ссылка в описании к ролику, подписывайтесь если что. Так вот, социальные сети вполне нормально. Картинку посмотреть, короткое видео заценить, ну или почитать что-нибудь. Пойдёт. А если вы хотите разместить пост социальной сети, то ну тут уже такой двойственный момент. Днём всё окей, а вечером... Вы видели, как снимает этот iPhone вечером. По всему похоже, что восьмёрка таки прошла завершающий челлендж. Со скрипом, конечно, но прошла. Хотя это и не помешало ей продуть соревнования в целом. 4-2. Счёт не позорный, но значительный. И не дающий мне возможности рекомендовать вам восьмёрку к покупке. Это хороший телефон, но он выбрал не то время и не ту ситуацию. В другой жизни, возможно, он стал бы бестселлером. В другой, но не в этой. А сейчас рекомендовать его к покупке я не могу. Спасибо, что провели эти несколько минут со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии. И вы что, ещё не подписались на канал? Подписывайтесь. Подписывайтесь, подписывайтесь. Вот там внизу красная кнопка подписаться. Сделайте её серой. И друзьям порекомендуйте канал. Просто скажите, надо зайти на YouTube и в поиске набить. Михалыч ПК. Вот такие ролики появятся. Спасибо ещё раз, что провели эти несколько минут со мной. До встречи. Пока.